Только опыт и незаметный каждодневный труд делают художника зрелым и дают возможность создать что-то более верное и законченное. Такой опыт у Тамары Пескуновой был. Она выпускница Пензенского художественного училища. Была первым педагогом во второй художественной школе. Ей она посвятила 30 лет. Художник, учитель, наставник, организатор. Для неё серых будней не существовало. Каждый день яркий и насыщенный. Она любила жить и эту жизнь вдыхала в людей и в своё творчество. Никогда мероприятие не было дежурным. Вы знаете, сейчас гигантское количество различных мероприятий, конкурсов. И всё это немножко приедается, очень часто опресняется. Здесь всё-таки Тамара Алексеевна могла найти некую изюминку, соль, которая давала возможность сделать интересным и запоминающимся любое событие. Вот это, конечно, я надеюсь, что вот то духовное поле, которое она сформировала, останется в школе навсегда. Духовное поле Тамара Пескунова создала и в семье. С Владимиром Александровичем они прожили почти 35 лет. Но даже дом живописи её не отпускала. Иногда ругал её, что она с работы придёт. Вот когда у меня есть настроение хорошее, она начинает рисовать. Но это было первое время. Потом я ей даже ни что не говорил. На дачу поедет, она там нарисует, поедем за грибами, в лес поедем, я на рыбалку. Она там в пейзажике, что ей нравилось, это она всегда с мольбертом ездит со мной. Многие работы Тамары Пескуновой написаны гуашью. Эту технику художница считала одной из самых сложных. Гуашь привлекала её своим бархатным обаянием, а яркие цвета с матовой загадочностью позволяли создавать совершенно обворожительные произведения. В её творчестве много натюрмортов. Сегодня они заставляют любоваться копией тех вещей, оригиналы которых в жизни не замечаешь. Она мастерски передавала многоцветие предметов, отражая движение жизни, настроение и само видение действительности в каждом мазке. Прекрасно работала с красными и жёлтыми цветами. Вот главная палитра, главные цвета, она максимальное количество оттенков находила и пыталась подчеркнуть. Как композиционно, так и по цвету. То есть вот трансформация красного и жёлтого, как и на переднем плане, так и на дальнем плане, конечно, это уникально, это надо изучать. Многим произведениям присущ лирический и жизнеутверждающий характер. От каждой картины веет теплом и добротой. И это тепло она продолжает дарить людям, только уже через свои работы. Елена Хромова, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.